Приветствую зрителей и подписчиков на моем канале. Сегодня у меня на обзоре будет вот такая вот мини-плитка для сухого горючего от компании Следопут. На ней у меня уже был один обзор, который я снимал в лесу. Вот сейчас появится и второй обзор. Это Макси. А вот это вот кейс-горелка Следопыт мини. Как из названия, думаю, будет понятно, размер ее значительно меньше. Умещается она на ладони. Вот так вот. Ну и по сравнению вот с этой вот. Ну и весу, конечно, здесь намного больше. Здесь схема, как ее открыть. Габарит у нее намного меньше. Сейчас мы в этом убедимся. Итак, длина данной кейс-горелки составляет девяносто восемь и три. Ширина семьдесят шесть и пять миллиметра. Толщина. Так, в самом толстом месте будем мерить. Ну, почти 22 миллиметра. Так, против вот этой вот Макси-горелки. Кейс-горелка. 124. Ширина девяносто пять и три. Толщина в самом толстом месте 29,2. Ну и продолжим с этой кейс-горелкой. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, их размер. Вот так вот, скажем, будет очень отчетливо видно. Есть у меня вот такая вот кружка, с которой я хожу в подходы. Она девяносто миллиметров. Тут будет меньше. Примерно где-то так. Здесь она стоит, ну, я бы сказал, неустойчиво. Зато здесь вполне вольготно. Есть и более маленькие кружки у меня. Скажем, вот так вот. Она почти полностью закрывается. Если опять же разложить, что вот эту, что мы разложим? Вот это вот полоха раскладывается. Что вот эту горелку? Что здесь кружка провалится? Что здесь кружка провалится? То есть это конкретно для армейского котелка сделано. И также небольшой нюанс. То, что вот эта горелка намного меньше, в нее входит всего-навсего несколько кусочков сухого горючего, стандартного. Я даже скажу, сколько он по размеру. Так, 40, то есть 4 сантиметра этот вот пятачок. То есть если в эту входит свободно 8 плюс зажигалка, то в эту даже не входит 3. По габаритам не получается. То есть одну на одну здесь уже невозможно будет положить, как в этой горелке здесь. То есть две, здесь две и сверху еще четыре можно было положить. И посередине зажигалка входила. Здесь же этого не получится. То есть попробуем вот так вот ее закрыть. Ну да, три впритык. Слышно, еле-еле болтается там. То есть три впритык можно сюда засунуть. В принципе, уже места под зажигалку здесь не будет. Зажигалку надо будет отдельно где-то таскать. То есть вот она. Размером, ну даже можно сказать, что чуть поменьше чем зажигалка. Вот здесь чуть длиннее. То есть по размерам тоже так же как зажигалка. Зато здесь она свободно входит. То есть таким вот образом. Ну, к сожалению, у меня в данный момент очень мало сухого горючего. Я его еще не закупал. То есть вот аналогично такому же второму ярусу можно еще уложить три таблетки сухого горючего. И место еще будет под зажигалку. Ну а здесь, как мы убедились, входит всего три таблетки сухого горючего. То есть как бы это на день с утра либо кофе с бутербродом. Днем, предположим, это будет лапша-доширак запаренный вот в такой кружке. Ну и вечером, допустим, будет кофе еще с чем-то. Здесь примерно 600 граммов воды вмещает эта кружка. Одной таблетки хватает, чтобы пол кружки этой вскипятить. То есть 300 граммов, где-то 250-300 граммов хватает одной таблетки, чтобы довести до кипения. То есть получается всего-навсего три кружки. Можно будет на трех таблетках закипятить. Здесь же в комплекте. Получается восемь кружек мы можем закипятить. Получится у нас либо закипятить, если по две таблетки укладывать, то получится полуармейского котелка закипятить. Вот такой вот небольшой обзорчик. Сейчас, конечно, пробежимся по весу данных горелок. Для наглядности весы поставим. Скинем на нулях. Горелка мини от следопыта. 105 грамм весит. Перевожим все в эту горелку. Поставим эту горелку. 163 грамма. То есть, в принципе, большой разницы я не вижу в этих горелках. Что в этой, что в этой. Разница в 50 граммов с небольшим. Но зато здесь в лучшем случае на один раз сухого горючего будет. То есть, на один день. Здесь же, допустим, можно смело сутки прожить, имея в кармане либо в рюкзаке вот такой вот комплект из восьми таблеток, зажигалки и такого таганка. Вот, к сожалению, нет у меня здесь под рукой таганка от армейского сухого пайка, где имеется также три таблетки сухого горючего, спички. Одноразовый вот этот вот таганок, сделанный из очень тонкого металла, не в пример вот этим вот. То есть, просто одноразовая вещь, которая будет стоить и иметь габариты намного меньше, чем это и, разумеется, чем это. Это тоже вам на сутки хватит. Ну, думаю, обзор делать на это будет бессмысленно. То есть, где вода вскипит раньше, в этом или в этом. Типопередачи примерно, что в этом, что в этом будут одинаковые. Что в этом, что в этом будет одна таблетка сухого горючего. Поэтому я не вижу смысла сравнивать таганок и вот этот таганок по времени закипания воды. Плюс-минус там 10-5 секунд, я думаю, это не сыграет роли. Даже две-три секунды. То есть, смысл портить новые вещи я не вижу. Ну, а так как смысла нет, я думаю, дальнейшая часть видео будет бессмысленной. Я уже тестировал вот такого типа таганок. Вода в нем закипает. 250-300 граммов воды он может закипятить на одной таблетке. Точно так же и этот сможет закипятить. Тут просто размер и емкость под таблетки разные. В остальном, я не вижу никакой между ними разницы. Поэтому, кто смотрел, кому понравилось, оставляйте комментарии. До новых встреч на моем канале.